Трейл-раннинг или трейл — популярная современная беговая дисциплина. Её ещё называют лёгким турпоходом из-за того, что трассы в основном пролегают через лесные и горные массивы. В Мордовии любительские соревнования по трейлу проводились с 2020 года, но в статусе республиканского чемпионата впервые прошли только сейчас. Главная задача организаторов соревнований — это подготовка трассы. Самое главное, что маршрут должен быть безопасным, при этом желательно интересным и разнообразным по ландшафту, ну и, конечно же, понятным. Большую часть дистанции спортсмен бежит в одиночестве. Никакой карты маршрута у него нет, поэтому прохождение дистанции должно быть максимально понятно. Мы провели работу сначала с картой местности, составили проект маршрута. Выйдя на маршрут, выяснили, что некоторые тропы были завалены либо деревьями, становились непроходимыми, либо затоплены. Были сделаны некоторые корректировки, и мы уже после этого стали размечать. Мы специальную ленту использовали для разметки трассы, и после этого каждые два дня мы контролировали наличие ее на месте. Были случаи, когда местные жители, может быть, при вопросе экологии, защиты окружающей среды, либо боялись, что какие-либо тайные тропы для грибников будут обнаружены, эти ленты срывались. Мы регулярно их пополняли. Сейчас идет замыкающий, после завершения трассы он идет за последним участником, снимает всю эту разметку за собой. То есть мы за собой мусор не оставляем. Первый чемпионат Мордовии по трейлу прошел в минувшую субботу в лесном массиве в районе лыжно-биатлонного комплекса. Он собрал почти четыре десятка участников. Женщины бежали 10 километров, мужчины 15. Среди участников подавляющее большинство – это представители нашей республики. Причем некоторые из них уже проживают в других регионах. Сменили не только прописку, но и род деятельности. Наталья Селезнева, больше известная мордовским любителем спорта под девичьей фамилией Шалаева, является первым в регионе 13 доморощенным мастером спорта международного класса по биатлону. Она была победительницей и призером мировых первенств. Закончив профессиональную карьеру, Наталья стала бегать трейлами. На ее счету уже есть победы на соревнованиях в Санкт-Петербурге и медали турниров в Москве. Теперь к титулу чемпионки Мордовии по биатлону Наталья добавила звание победительницы первого республиканского чемпионата по трейлу. Я приехала в Саранск на выходные и узнала, что проводит такой старт и решила пробежать. Я не пожалела нисколько. Было очень круто, весело и здорово. Трасса, в принципе, была очень сложная. Были спуски, большие подъемы крутые, особенно когда мы убегали в лес. Там было много тяжелых тягунов, где поднимался высокий пульс и было очень тяжело работать. Ну и лужи, болото, даже овраг такой был, где надо было его перепрыгивать. Вот, я вот вся грязная прибежала. Вот, ну очень здорово, что в Мордовии устраивают такие соревнования. Надо почаще соревноваться и выступать. У мужчин борьба за награды велась в буквальном смысле до последних метров. Известный в Мордовии любитель легкоатлетических пробегов на длинные дистанции Виталий Песков в финишном створе пытался вырвать победу у недавнего призера чемпионата страны по спортивному ориентированию Олега Казанина. Но сделать этого не получилось. Казанин, несмотря на первый в жизни опыт участия в соревнованиях по трейлу, стал победителем. Для нас вполне нормально. Может быть, для ребят, для паркетников что-то и сложное. Для нас, скажем так, проще, чем обычно. То есть у вас бывает и потяжелее в ориентировании трассы? У нас гораздо медленнее, но на больших пульсах более пересеченная местность. Ну и плюс добавляется то, что ориентирование все-таки заставляет думать постоянно. И меньше времени остается на то, чтобы с местностью работать при беге. В планах провести еще как минимум два старта по этой для небоящихся грязи людей дисциплине. Юрий Осипов, Евгений Фролкин. Программа «Наш Спорт».